У меня сразу два момента. Первое, что когда ты долго начинаешь разговаривать, реальное ощущение, что у тебя шизофрения. По-другому здесь сложно, особенно на первых этапах, потому что такое состояние, то ли ты это придумал, то ли это реально правда. Особенно, когда ты сам с собой наедине, это вообще прям трэш какой-то. И второй такой момент, чем мы можем, вот это и умерших тоже касается, чем мы можем их благодарить, но они же нам реально помогают, прям помогают, ну прям капец. И вот я, ну как бы для себя, я всегда там хожу на кладбище, переношу там им всякие вкусняшки, разговариваю, помяную, рассказываю, то есть вот все, что максимально могу, там животных кормлю, птиц кормлю, всегда говорю, что про мой рот, ну то есть вот такие какие-то вещи, мне всегда было интересно, ну как еще, чем еще мы можем их благодарить за все, что помогают. Отблагодарить вряд ли сможешь, если ты им коробку конфеток купишь, бутылку шампанского, это уже не работает, поэтому они в духовном мире, значит, должно быть для них духовное. Я, например, когда заканчиваю контакт, я говорю, ребят, спасибо, прям спасибо от души, я их вот так вот благодарю, потому что это достаточно этого. Да, поблагодарить, потому что благодарность это уже духовность. Самое большое. Да, у меня вопрос тоже. Да, Надежда Сергеевна. Ярослав, вот, ну я так понимаю, что я с наставником со своим общаюсь, да, но у меня какой вопрос, он в основном со мной общается в виде автоматического письма. Не автоматическое письмо. А что это такое? Ну, я пишу. Понятно, но оно не называется автоматически. Ну, вы потом мне скажете, а то, как это называется, ну, просто я это так для себя называю, чтобы, ну, короче, я пишу, да. И там как раз происходит вот этот феномен, о котором вы говорили, но это не стихи, но это настолько своеобразный язык, что если я сяду, возьму листок бумаги и начну писать, я так никогда не напишу. То есть, когда я пишу за ним, то есть то, что он хочет сказать, туда невозможно вставить ни одной запятой, ни одной буквы. Это просто шедевр. И он говорит на конкретные какие-то темы, да. Чаще всего это получается так, что я мысленно задаю вопрос, через какое-то время я понимаю, что мне нужно взять бумагу и записать. И я записываю. Это получается ответ. Но тогда, когда не так активно, но все-таки иногда мы общаемся устно, язык совершенно другой, он не такой, как я записываю. Это просто обычные, обычные вещи. Я к этому как раз подходила. Как так получается? Это один из каналов, когда мы записываем, когда через нас, когда говорит наставник, и мы сразу же, тут же начинаем писать. Это вдохновленное письмо называется. Автоматическое письмо, оно в медиумизме и там совершенно... А это вдохновленное письмо. Это вдохновленное письмо. То есть, он тебя вдохновляет, и ты чувствуешь внутри, что тебе надо писать. Но ты глаза открываешь, ты знаешь, что ты пишешь, то, что рождается внутри. То есть, это вдохновение. Кому просто сразу рождается. Это так, как будто ты стихи пишешь, стихи к тебе рождаются, и ты их сразу записываешь. Но это не автоматическое письмо. Автоматическое, оно относится к медиумизму, глубоким трансовым состояниям, когда у медиума вообще ничего не работает, ни мозги, ни тела. И когда дух берет руку медиума и пишет, а медиум, он даже не соображает, за что он пишет. Я все соображаю, когда пишет. Это феномен совершенно такой медиумический, да. Это просто по терминологии. Так я понимаю, о чем идет речь, конечно. Так вот, у меня к вам еще будет такая просьба, чтобы вы могли понять, как вам лучше слышать и понимать, о чем идет речь, или вести запись. Вы можете послушать и записать, а можете слушать и одновременно записывать. Это самый лучший вариант. Когда вам идет информация, вы сразу ее пишете. Потому что если вы сначала послушаете, а потом запишете, уже может идти какая-то ваша интерпретация. И поэтому вы можете не прочувствовать вот этот вот стиль языка, которым общаются наставники. Но вы можете выбрать. В основном, кто пока не работал с наставниками и первый раз сейчас пытается понять, что из этого может получиться. Ну, стиль действительно, да, он может меняться. Потому что, когда он говорит в голову, это одно. А когда говорит в сердце, там совершенно меняется стиль. А когда мы говорим сами с собой, мы в основном говорим в голове. Это уже просто привычка. Я на этом уровне общаюсь с наставником. Когда пишу, я расслабляюсь и даю возможность опустить вот этот вот слог, чтобы он у меня не задерживался в голове моими мыслями, чтобы не трансформировался в простые слова. А вот прям пуф, у меня мозг отодвигается. Прям мысль расползается. И вот в этот вот канал прям плюхается тот самый слог, который проходит через душу и записывается сразу же. То есть нет перевода того прекрасного языка нашими рациональными мозгами.